Что если бы вы жили в Девонский период? Многих из нас волнует вопрос, если бы человек появился на Земле раньше, смог бы он выжить в других эпохах? В разные геологические периоды жизни нашей планеты условия сильно отличались от привычных современному человеку. По-другому располагались континенты, были иные погодные условия, отличался растительный и животный мир. Даже состав воды и воздуха был другим. Мы уже рассказывали о возможности выживания человека в эпоху динозавров. В этот раз попробуем перенестись в еще более ранние времена, в Девонский период. Если вам интересна история развития жизни на Земле, и вы хотите первыми узнавать о выходе новых роликов, то рекомендуем подписаться на наш канал. Здесь вы сможете узнать о научных теориях, связанных с различными этапами ее становления. Также нашим подписчикам доступна возможность делиться своим мнением в комментариях. С помощью лайков можно выразить свое отношение к работе создателей этого канала. Итак, Девонский период. Его еще называют эпохой рыб. Он длился 56 миллионов лет. В это время произошло освоение суши живыми организмами. Но наибольшим разнообразием видов животных и растений может похвастаться подводный мир планеты. Такого количества видов рыб, членистоногих, моллюсков, губок, кораллов и полипов не наблюдалось ни в одну другую эпоху. Но в начале и в конце этого периода условия жизни на Земле сильно отличались. Давайте попробуем сравнить их и решить, где человек чувствовал бы себя комфортнее. Для этого оценим геологические, климатические, атмосферные и даже кулинарные аспекты существования. Место обитания Геология Девонского периода характеризуется высокой вулканической активностью и постоянным движением тектонических плит. В начале периода на Земле имелось два больших континента — Лавразия и Гондвана. Оба располагались в южном полушарии. К концу периода они объединились в один суперконтинент Пангея. В процессе постоянного движения земной коры образовывались новые горы и острова. В частности, именно в это время сформировались нынешние британские острова и североамериканский горный массив Апалачи. Перемещения и столкновения сопровождались регулярными извержениями вулканов, цунами и землетрясениями. Но после окончательного объединения пентинентов активность пошла на спад. Получается, что с точки зрения геологии, людям комфортнее жилось бы в центральной части Лавразии или Гондваны. Переселяться ближе к побережью стоило только после их окончательного объединения. Но в начале Девонского периода жизнь была сосредоточена как раз вблизи побережья. Центральные области раннего Девона представляли собой практически голую пустыню. Флора и фауна К завершению Девонского периода вся поверхность суши была покрыта тропическими лесами. Деревья того времени достигали исполинских размеров, хотя в современном понимании это были не совсем деревья. По структуре они скорее напоминали папоротники, да и размножались они не семенами, а спорами. Но это не мешало им вырастать на несколько десятков метров в высоту. Существуют находки останков таких гигантских папоротников с толщиной ствола до 30 метров. Это значит, что попавший в Девонский период человек был бы вполне обеспечен топливом и строительным материалом. Правда, добывать пропитание за счет растений вряд ли бы получилось. В то время растения еще не обзавелись плодами, которые можно было бы собирать. Также не было бы смысла заниматься земледелием. Разве что какие-то части растений могли бы послужить в качестве приправы или дополнительного источника витаминов. Добывать пищу при помощи охоты в Девонском периоде тоже было бы сложно. Дело в том, что суша была населена в основном насекомыми и членистоногими. Именно среди членистоногих можно было встретить наиболее опасных для человека наземных хищников. Мало того, что ракоскорпионы были размером со среднюю собаку, так у них было еще и серьезное оружие – мощные клешни. Также ученые считают, что ракоскорпионы Девонского периода были ядовитые. Скорее всего, жало на конце их хвоста выполняло ту же функцию, что и у современных скорпионов. При этом не вполне понятно, насколько вкусной и питательной была бы такая добыча. Хотя в некоторых странах Юго-Восточной Азии скорпионы сейчас считаются деликатесом. Как раз в это время сушу начали осваивать рыбы. В процессе освоения они стали сначала земноводными, а затем и полноценными рептилиями. Эти рептилии пока не начали расти до размера динозавров. Поэтому в конце Девонского периода у человека была бы возможность полакомиться кем-то вроде современного варана. Существенно дополнить рацион людей мог бы сбор моллюсков и трилобитов в зоне прилива морей и океанов. Моллюски того времени не сильно отличались от современных по внешнему виду и образу жизни. Значит по вкусу и питательности их мясо должно быть примерно одинаковым, а вымершие трилобиты на вкус скорее всего были похожи на крабов. Наиболее эффективным способом обеспечить себя пищей в Девонском периоде была бы рыбалка. В морях и океанах той эпохи обитало огромное количество панцирных и хрящевых рыб разных видов и размеров. Научившись их добывать, можно было бы навсегда забыть о голоде. Но здесь важно было бы самому не стать чьей-то добычей. Самые большие и страшные хищники Девона обитали именно в воде. Огромная панцирная рыба Дунглиастей или 10-метровый моллюск Камерацерос вполне могли бы принять человека в воде или лодку с рыбаками за свою добычу. В случае такой встречи шансов на спасение у людей было бы немного. Что уж тут говорить об огромном количестве доисторических акул и скатов, которыми обычно и питались, описанные выше монстры. Климат На протяжении всего Девонского периода климат на нашей планете был жарким и влажным. Средняя годовая температура в начале периода составляла около 30 градусов Цельсия, а ближе к концу снизилась примерно до 25 градусов. И сейчас на Земле есть уголки со схожим климатом. Люди в них живут давно и не испытывают при этом серьезные проблемы. Но конец Девонскому периоду положило резкое похолодание. Вот наступление очередного ледникового периода могло бы стать угрозой для выживания людей. Многие ученые считают, что именно из-за этого произошло вымирание почти всех живых существ Девонского периода. Атмосфера Другой причиной вымирания могло стать изменение состава атмосферы. В начале периода в воздухе наблюдалось большое количество углекислого газа. Это создавало парниковый эффект и было причиной жаркого климата. Но выход растений на сушу привел к увеличению выброса кислорода. Океан к тому времени был и так переполнен зелеными водорослями. Они выделяли кислород в огромном количестве. Многие организмы не смогли приспособиться к изменению газового состава воды и воздуха. В конце Девонского периода океаны практически опустили. Ледниковый период В любом случае снижение в атмосфере количества углекислого газа привело к уменьшению парникового эффекта. Климат на планете резко стал холоднее. Это привело к наступлению очередного ледникового периода. И неизвестно, смогли бы люди, попавшие в Девонский период, справиться с таким испытанием или нет. Даже сейчас на Земле есть места, где без должных знаний и умений выжить невозможно. Неподготовленный человек может погибнуть от жары, от холода, от отсутствия воды и пищи, а также от нападения диких зверей. Это возможно в приполярных районах, пустынях, тропических джунглях и других малоосвоенных регионах. При этом мир будет знакомым и понятным для человека. А растения и животные будут самые обычные для нашей эпохи. В Девонском периоде людям пришлось бы столкнуться с абсолютно другим миром, со своими законами и правилами. Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение. Теоретически люди могли бы выжить в Девонском периоде, но их выживание зависело бы от времени и места обитания. Также немалое значение имели бы подготовка и наличие необходимых навыков. Мы признательны вам за то, что досмотрели наше очередное видео до конца. В прочих роликах на нашем канале можно узнать о возможности выживания людей в других эпохах и испытаниях, которые ждут человечества в будущем.